Проект «Братьяна» стартовал в начале июня и реализуется при поддержке гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Да, длинная формулировка, но она отражает всю суть этой идеи. Волонтерство, творчество, культура – все эти понятия хорошо знакомы подмосковным журналистам. Нам есть что рассказать и показать. Регион славится традициями, историей и богатым культурным наследием. А вот как правильно подавать эти материалы обсуждали в рамках многочисленных мастер-классов и круглых столов. Риторика сегодняшняя была простая на самом деле. Мы хотим быть культурными людьми. Все просто. Чтобы нам не потерять свою аутентичность. А мы ее теряем на самом деле. Мы становимся более американизированными, пытаемся следовать за европейскими какими-то ценностями. А ценности какие в Европе вы сами знаете. Поэтому это настолько преломлена мораль. Выпукло представлены какие-то нормы и догмы, к которым мы не привыкли. Которые разрушают наше понимание о чести, о совести, о любви. О любви к женщине, о любви к детям, к семье, к родине в конце концов. И сегодняшняя братина, она была поддержана фондом культуры не напрасно. Они в нас увидели вот этот потенциал. Людям это интересно. Журналистам, операторам, монтажерам это действительно интересно. Потому что они понимают, что это то, что останется после них. Это не просто какой-то сюжет, который проходной в новостях вышел. А это какая-то история. Я предлагаю сегодня нам пересмотреть классическую верстку новостей. И все-таки поставить сюжет о культуре, или если это газеты выше. Чтобы люди это смотрели, чтобы люди читали. Потому что действительно только в наших руках сделать так, чтобы наши дети выросли культурными людьми. Мы же понимаем, что на самом деле людям культура-то неинтересна. Все сейчас думают о том, что как заработать денег, вырастить детей, съездить отдохнуть, поменять машину, заплатить ипотеку. Но еще раз повторюсь, мы с вами сейчас и потом, после того, как завершится проект «Братина», должны, наверное, эту традицию не нарушать. В рамках большого проекта с журналистами Подмосковья были сняты сотни сюжетов и фильмов. Многие из них попали в конкурсную программу фестиваля «Братина», итоги которого подведут уже в октябре большим традиционным 25-м фестивалем «Братина», который объединит лучшие телекомпании Московской области. Первым и Тищенский не остался в стороне. Наш зритель наверняка уже заметил, что культурных сюжетов стало больше. Откроем небольшую тайну. Вот отрывок одной из наших работ. Россия поразила молодого доктора глобальностью во всем. Медицинская наука развивалась здесь прогрессивно. Славных имен было множество. Ему, чтобы получить право на врачебную практику и подтвердить свой западный диплом, пришлось сдать 26 экзаменов на русском языке. Сначала он занимался частной практикой, специализируясь на глазных болезнях. Здесь была издана известная монография о влиянии школы на происхождение близорукости. Увидеть все конкурсные работы не только проекты наших журналистов. Зрители смогут по понедельникам. В 20.15 смотрите на нашем канале рубрику «Волонтеры культуры». Наши коллеги расскажут, как выглядел «Эппл» в 90-е, о борьбе Александра Невского с ордынцами, о мастерах кжели из Жостова и многом-многом другом. В общем, мы не закрываем проект «Волонтеры культуры». Все самое интересное только начинается. Алсу Калимулина, Роман Белов, Первый Матичинский.